Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Арсеньева. Я работаю гидом по Санкт-Петербургу уже более 10 лет. А хочу я вам рассказать о храме, который находится чуть вдалеке от основных туристических маршрутов, но является знаковым для нашего города. Хотя бы потому, что храм этот освящен во имя небесного покровителя всех моряков и путешественников во имя святителя Христова и чудотворца Николая. Храм этот недалеко от театральной площади и хорошо виден со стороны Мариинского театра. 300 лет назад в этих местах находились морские слободы, то есть жили моряки и служащие морского ведомства. И еще в 18 веке, в начале 18 века в этом месте решено было построить деревянный храм в центре морской полковой слободы. И храм этот построили, осветили, и греки подарили нам икону. Икону с изображением святого Николая, греческого письма 17 века. И вот это главное святыня храма, она сохранилась и до сих пор. Город наш, климат наш очень сложный. Еще Петр I хотел видеть на берегах Невы каменный город, каменную столицу, но материалов не хватало. Поэтому город еще долгое время оставался деревянным. И этот храм тоже был деревянным, обвеншал достаточно быстро. Пришлось его менять. Решили строить новый каменный храм, чтобы подать пример для жителей, для местных жителей. Все-таки за счет морского ведомства, за счет пожертвований прихожан храм строится уже каменным. Строительство поручили Савве Ивановичу Чевакинскому, архитектору-адмиралтейст коллегии. Первый этаж освещали еще в присутствии Елизаветы Петровны. А вот второй этаж в 1762 году освещали уже в присутствии новой императрицы, в присутствии Екатерины II. Нужно сказать, что храм этот никогда с тех пор не закрывался, ни разу не закрывался. И даже в самое сложное время, это в годы советской власти продолжались службы, и в самые страшные для города дни блокады все равно дважды в день шли богослужения, отмечались церковные праздники. Порядка 50 лет этот храм был кафедральным собором Санкт-Петербурга, то есть до конца XX века. А в 1992 году произошло еще одно очень важное, знаковое событие – это освещение Андреевского флага, флага военно-морского флота России. И с тех пор возродилась традиция освещения вновь спущенных на воду кораблей. И сейчас этот храм поражает своей красотой, своей оригинальностью. И, как прежде, собираются в нем верующие, проводятся богослужения и крестят юных жителей северной столицы.